Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас нам в студию пришел известный юрист, политолог Беликто Дугаров. Беликто, здравствуйте. Добрый день. Как ваш день сегодня начался и такой уже традиционный вопрос для этой студии, для сегодняшнего дня. Проголосовали ли вы? Так, я сегодня в 10 часов пошел на свой избирательный участок проголосовать и удивился большой очереди. То есть был очень большой ажиотаж, много народу. На первом этаже продавали кондитерские изделия. Потом я голосовал в музыкально-гуманитарном лицее по открепительному талону. То есть это новшество этих выборов. Закон только принят, и сейчас он пробацию прошел. И у нас в музыкально-гуманитарном лицее, у меня там младшая дочь учится, был концерт. Концерт, нас заранее в концерте предупредили. И я решил, что там находится избирательный участок, что можно взять открепительное удостоверение. Это раньше так называлось, сейчас там талончик. И чтобы проголосовать в школе, чтобы никуда не ходить с ребенком. Приятно и с полезным. Да, да. Поэтому, зайдя туда, я удивился, уже стояли очереди в 10 часов. Это свидетельствует о том, что очень высокая явка была на 10 часов утра. И она явно выше, но сейчас уже это известно, чем на всех предыдущих выборах. А вот с чем вы связываете то, что люди все-таки проснулись, скажем так, и идут на эти выборы? И в том числе молодежь активно, мы говорим, участвует? Да, очень много молодежи, кстати. Ну, Беликто, для вас, как для политолога, вот эти выборы чем особенны, скажем даже в разрезе Бурятии? Ну, во-первых, дебаты, которые проходят в таком формате, как они сейчас проходят, в виде, я бы сказал, шоу. Но там у нас, если рассматривать Бурятию, то яркие, так скажем, личности, представители кандидатов, они очень интересно и ярко выступали. Смогли зажечь, смогли привлечь внимание избирателя, это, конечно, очень важный момент. Хотя многие считают, что превратили из выборов в шоу, но мы знаем, что во всех развитых западных странах выборы это и есть самое настоящее шоу. И тот кандидат, который шоу сделал на более высоком уровне, тот и выигрывает. Вот мы знаем выборы президента Соединенных Штатов, там какие шоу проводит, значит, демократическая или республиканская партия. Поэтому я считаю, что здесь у нас это в какой-то мере удалось сделать. Это первое, значит, поэтому привлекли демократично настроенных, либерально настроенных избирателей на избирательные участки. А, значит, такие традиционные избиратели, они были мобилизованы благодаря внешнеполитической обстановке и внутриполитической обстановке в России, я считаю. Вот вернемся к высокой явке. Вот есть ли среди ваших знакомых те люди, которые не хотели идти на выборы, но вам все-таки удалось их уговорить, скажем так, и исполнить свой гражданский долг? Есть такие примеры? Ну, здесь я про свою супругу могу сказать. Значит, она довольно-таки, так скажем, не особенно интересуется политическими вопросами. И всегда я у нее, ну, на протяжении всего предвыборной кампании, мы с ней, значит, обсуждали этот вопрос, и она собиралась голосовать за Грудинина. И вот сегодня сходила, проголосовала, я у нее спросил, за кого проголосовала, она говорит, все-таки за Владимира Владимировича. Это ваша работа? Ну, я считаю, что это и моя работа, и она все-таки в ответственный момент, я считаю, избиратель, он понимает, что как надо сделать правильный выбор. Что это не шутки, что зависит судьба страны от этих выборов. Беликто, ну, и завершая нашу беседу, такой вопрос, вспомните свои первые выборы, когда это было, где это было, и с каким настроем вы шли туда? Так, ну, у меня первые выборы, я помню, прошли в 98-м году, как раз я только призвался, или в 99-м году, в армии, в общем. Проходили выборы, по-моему, Верховный Совет РСФСР тогда это называлось, ну, орган, подобный, значит, Государственной Думе России. Да, и вот тогда мы организовано, как военнослужащие, значит, мы под нас построили, и мы прибыли на избирательный участок, там проголосовали. Но это было интересно, почему? Потому что это отвлекает, значит, от повседневной службы, тем более молодой солдат, там ни одной свободной минуты, а это было какое-то, значит, какая-то отдушина, развлечение. Мы приехали там в ближайшую деревню, в Хомутово, помню, там реализовали свой гражданский долг, и потом вернулись обратно. Но был такой праздничный день, можно сказать. Беликто Дугаров, известный юрист и политолог. Беликто, спасибо за содержательную беседу. На этом у меня все. В конце хотелось бы напомнить очередной спецвыпуск на ТВКОМе уже в 19.00. И, конечно, не пропустите, в 21.00 в нашей студии Алексей Циденов, политологи и эксперты подведут итоги дня голосования в прямом эфире в рамках всероссийской акции «Ночь выборов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова